Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэм и продолжаем играть в игру Гараж. Ну что ж, поехали. Глава 12. Лаборатория. Твари появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Логично, в принципе. Ну что же, погнали. Так, что у нас здесь? Ты находишься в лаборатории. Нужно отыскать вход в логово Демиховского, говорит нам Таня. Так точно, Таня. Зови меня Анаконда. А как же там в лифте? У меня была минутная слабость. Еще, нам нужно разделиться. Ты серьезно? В этом жутком месте? Так, мы выгадаем кучу времени. Я пойду наверх, а ты обыщи нижний этаж. Как скажешь. Понятно, опять разделились. Ну что ж, не хочет она со мной ходить. Так, сохранение, это уже замечательно. Что вообще нас тут будут поджидать? Зомби или солдаты? Или роботы опять? Посмотрим, увидим. Ну, пока, как ни странно, все тихо. Так, компьютер не работает, который аптечку обязательно захватим. Так, смотрите. Тут у нас какие-то собаки, я так понимаю, лежат. Значит, мы в правильном направлении с вами идем. Так, опять компьютер. Так, вроде бы чисто. Давайте-ка посмотрим. Что-то нам показывают какие-то одни лаборатории, по-моему, да? И что же дальше? Здесь у нас... Подожди-ка, подожди-ка, ребята. Что-то не могу понять. А куда идти-то? Ну, давай, предположим, сюда. Ага, дверь закрыта. Ясно все. Так, батончик выпал. Больше ничего нету. А здесь тоже закрыта дверь. Так, бутылочка колбы выпала. Так, куда же нам тогда рвануть-то? А здесь тупик, какие-то наросты. Подожди, нужен ключ. Что-то я не врубился, малька. А куда нам нужно-то? А, подожди-ка. Переключить. Ага, вот оно что. Понятно. Блин, все равно нужен ключ. Тихо, откуда вы взялись? Эй! Черт подери, ребята. Так, давай, наверное, вот так вот сделаем. У-ху! Да нет, 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 нет. Да, заколбасить. Надо просто быть всегда настороже. Если они сейчас опять появятся, ну, для них будет, конечно, это небольшой сюрприз. Так. Ну что, ждем. Откуда они пойдут? Мне почему-то кажется, что сверху. Хотя и снизу, наверное, тоже. Ну, где вы там? Вон они, вон они идут. Получи. Ты тоже и этого. Нет, еще не все, ребят. Еще где-то там шуршат. Своими корявыми ногами. Так, ну здесь до сих пор тупик. Ага. Рычит. Не рычи, сынуля. Да сколько же вас, а? Оу! Да, ребята, их тут довольно много. Ладно. Нам пока ничего не нужно. Подкрепляться нам не надо. Здесь мы переключили с вами. Здесь тупик. И тогда идем... Ага, вот у нас здесь открылось. Ага. Что нас тут ожидает? Сохранение. Отлично. Да куда ты? Куда ты прыгаешь-то, а? Так, ну-ка, давайте-ка, наверное, мы вот так сделаем. Что у нас тут? Ага. Энергетический батончик. Кола. Все дела. Порой даже не знаешь, куда лучше сходить. Туда или сюда? Блин. Тихо, 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 тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Ё-моё, да что ж такое-то? Ну куда ты, блин? Да пока перезарядишься. Ай. Ладно, не беда. Мы, ребята, не из робких. Пройдем как ни крути. Ну что, давай берем ключ. Я вот, знаешь, что-то думаю. Сейчас, если возьмем, мы сразу сиганем туда за лавочку. И будем, наверное, там отстреливаться. Как вариант. Ну-ка, давай, иди, иди сюда, падла, иди. Вот так. Вот так, отлично. Два говнаря, даже три. Ух. Прошел как батька. Отлично, ребята. Так, ну что, здесь мы все сделали. Взять ничего не могу. Так, бомбочку возьмем. Химическое. Такое, знаете, как с порфельчиком. Ты-тырить, тырить. Идет себе довольный. Да, но главное, чтобы не лохануться. Я сейчас буду, ребята, бросать ее на опережение. Эти гады, когда поползут, чтобы не успели нас схватить. Вот так вот. Ага. Отлично, сработал мой трюк. Воу-воу-воу-воу. Главное, чтобы не зажали, как всегда, возле стенки. Да что ж такое, сколько вас, уроды. Так, отлично, ребята. Все нормуль. Вижу, там аптечка у нас. Так, зачем мне сюда не надо? Нам нужно идти только вперед. Так, погоди, а как же... Я же вижу аптечку, а взять ее почему-то не могу. Странно. Так, патроны для МП-5. Компьютер тоже не работает. Странно как-то. Ну-ка, дайте-ка мне... Я не врубился. Аптечка где-то в середине, может быть... А, вот оно как. Понятно. Три аптечки. Это, в принципе, нам, ребята, за глаза. Отхилиться всегда успеем. Так что я спокоен, как в танке. Ключик-то мы с вами взяли. Поэтому, наверное, нам нужно идти туда, где закрыта дверь. А она у нас, по-моему, внизу. Если я не ошибаюсь. Я уже запутался, забылся. Вроде бы как-то здесь оно должно находиться. Да-да-да, именно вот тут. Ага, вот оно. Давай посмотрим, что там дальше будет. Дверь открыта, потихоньку. Сохранение. Что там? О-о-оу! Это что такое? Это что-то новенькое. Такого раньше... Ё-моё! Да хорош ты нафиг! Так, это у нас пёс с двумя головами. Помните, ребята, в игре на начальной заставке именно эта псина изображена? Так, я так понимаю, это мина, да? Скорее всего. Не будем с вами рисковать туда прорваться. Слушайте, у нас появился, видимо, новый вид зомби. Двуголовый пёс. Так, патроны для дробаша, аптечка. Ух! Разжились мы с вами. Слушайте, мне нужно только такое оружие. Дробаш и, я думаю, что автомат. И больше ничего не надо. Подожди-ка, а почему тут дверь закрыта? А, вот. Фиг заметишь называется. Так, что это у нас тут такое? Вижу химбомбу. Так, подожди-ка, подожди-ка, по-моему... Да! Чёрт, промахнулись. Придётся так гасить. Раз, два. Слушайте, два прямых из дробаша и псина подыхает. Ну, это же хорошо. Так, ребят, боюсь, что здесь, может быть, кто-то оживёт. Нет? Всё тихо, всё спокойно. А, какие звуки странные. Пёс с двумя головами в два раза опаснее обычного пса. Ну, кто бы ещё спорил с этим? А причём, когда этот пёс ещё и зомби. Так, ну что, давайте, ребята, нам надо выходить. Нам аккуратненько нужно, потому что мы с вами активировали переключатель. Видимо, что-то где-то открылось. И по всей вероятности могут опять пойти зомби. Так что надо быть всегда нам на чеку. Так, здесь, здесь тупик. Так, химбомба. Хорошо, отлично. Так, я вижу патрон. Давайте сюда. Опа, опа, опа-на. Толстый жирный повар-убийца. Да ядрёно вошь. Ты будешь подыхать-то? Что там делать? Опять крысы бросают. Слушайте, или мне кажется, или он стал... Мне показалось. Я думал, что он стал каким-то... Прям... Ох, сколько крыс-то! Хе-хе-хе-хе! Нифига ты там наплодил! Жиробас! Жиробас-карабас! Да ё-моё! Это ж сколько я потратил, ребята, патронов. Да. Но пинать бы, поверьте мне, я задолбался бы. Они меня сожрали бы здесь. Так что лучше я буду стрелять. Тем более патроны здесь пока можно найти. Двигаемся с вами дальше. Так. Переключимся на всякий случай. Не помню. А, вокруг столба обошёл. Какой я молодец. Ну где? Где ползунки власти? Так, опять переключатель какой-то. Здесь вроде безопасно. Так. Не нравится мне какой-то там... Что? 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 Ага. Понял. Вот почему, ребята, надо всегда иметь... Скорострельное оружие в руках. Вот именно при таких вот, блин, ситуациях. Да что ж такое? Ух. Справились? Надеюсь, больше никого не будет. И у нас тут компьютер. Смотрим. Что нам показывают? Да, по-моему, ничего такого особенного нету. Опачки. Магнум. Я больше не могу его нанести. Ага. Вот, кстати, эту дверь нам показывали на мониторе. Сейчас мы её открыли. Ну что ж, тогда давайте пойдём. Куда-то нас целенаправленно ведут. Вы это не заметили? А я заметил. Так. Так тихонечко идёт, главное. Даже не орёт. Понятно. Не один, оказывается, был. Ну что, ещё будет кто-нибудь? Нет? По-моему, всё, тишина. Так, вот сюда нам нужно идти, по-моему, да? Или я путаю? Так, подожди. А здесь-то ничего нету абсолютно. Значит, видимо, скорее всего... Ага. Нет, подожди. Здесь не то. Здесь просто патроны лежат. Значит, всё-таки придётся нам идти в зелёный туман. Погоди-ка, здесь... Выбить дверь. Что? А-а-а! Ха-ха-ха! Зомбарь тут стоял. Граната. Мы больше нести не можем. Значит, у нас... Полный боекомплект. Куда-куда? Куда ты бежишь? Опа, лежи. Отдыхай. Наслаждайся. Ну что, ещё кто-нибудь будет, нет? По-моему, наверное, никого не будет. Ладно, ребят, давайте дальше сами уже искать. Искать. Оу! Тихо, тихо, тихо! Нифига вы тут разбуянились, родные мои, к ноге. Хорошо, хоть патроны даёт. И на этом спасибо. Одни руки, ноги везде валяются. Так, ну что? Вот, вот она, ребята, эта дверь. Сохранение. Что это за опухоль? Сверчок, приём! Я знаю, где противоядие. Забьём мы его и можем уходить. Так, точно. Так, где оно? У Демиховского в голове. Я так и знал. Прижмём этого козла и заставим его рассказать нам формулу. Нет, ты не понял. Противоядие в самой голове. Тебе нужно убить Демиховского, отделить голову от тела и принести её мне. Какого? Я что, похож на мясника? Сверчок, мы теряем время. Скорее отправляйся к нему. Ты мне не поможешь? Нет, один из нас должен остаться на случай, если первая попытка окажется неудачной. Ты охренительно умеешь подбодрить. Это называется стратегическое мышление. Действительно, подбодрило. Так, здесь, по-моему, некуда. Давайте вот эту вот опухоль, наверное, уничтожим. Ой-ёй-ёй-ёй. Слушай, она взорвётся, наверное, сейчас. Ах ты! Уроды там сидели. Так, значит, нам нужно Демиховского голова. Это, я так понимаю, будет Босяра, что ли? Так, тут закрыто. Ну, где? Что такое? Ага. Понятно. Так, а это что у нас там? Автоматика, да, лежит? Ну-ну-ну-ну-ну. О, тихо! Фух. Повезло. Просто-напросто. Причём довольно крупно. Могли бы подорваться на своей же бомбе. Блин, эти опухоли. А здесь у нас зомбари в них всегда сидят. Я так понял. Опа. И? Это так круто выглядит. Кого-то глазки открылись. Так, тут-то у нас что такое? Ага, вижу аптечку, но у нас их фул. Так что она нам не нужна, может быть, потом пригодится. Значит, нам придётся идти, ребят, вон туда, где эти якобы глазки появились. Так, дробаш. Шесть патронов всего маловато. Что у нас тут будет? Сохранение. Химбомба. Так, опухоль, да? Ой! Ого-го-го-го! Да ладно, да! Жесть какая-то. Хорошо, что хоть сохранение здесь рядышком, да? Так, ладно, я понял. Из этих колб, короче, выходят у нас кадавры. Вот они, вот они, вот они. Я могу туда уйти назад? Могу! Замечательно. Тогда давай расстреливать. Так. Соответственно, чтобы главное, они нас не прижали где-нибудь возле стены. В каком-то уголке, в тупичке. Так, расправились. Но это только начало. Два, да? Мы два подбили. И ещё сейчас там будут. Ну-ка, давай-ка возьмём. Сейчас они вскочат. Только что... Странно, они не выходят. Ну ладно. Раз такое дело. Не хотят, как хотят. Мне только на руку. Опять, наверное, с кодом, да? Ящик этот. Ну да. Обязательно нужно код. А где взять, кстати? Вот это вот, не знаю, ребят. Ещё ни одного ящика не открыл вообще за всю игру. А где пароли брать без ума? Так, ну что, давай, наверное, взрывать эту опухоль, да? Отлично. Проходик мы себе освободили. А здесь-то у нас что? Ага, тупик. Дверь закрыта. Значит, где-то должен быть переключатель. Шоколадный батончик съели. Так, тихонько. Сохранение. Неспроста. Опять эти капсулы? Ага, я так и думал. Оу, тихо, 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 ребята, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, надо. Фух. Если бы не аптечка, я бы уже давно лежал бы, как вот этот кадавр раздавленный. Ну? Ты будешь перезаряжаться-то, ёл. Три часа там расузоливаешь. Так, господи. Всё, ребят, подвил. Блин, ну вот эти вот, конечно, нежданчики как-то не айс. Не радуют меня. Здесь у нас что? Тупик, что ли? Можно обойти? Можно. Патроны для АК-47. Ну что же. Я так понимаю, наверное... А тут, по-моему, тупик у нас. Или нет? Так, я вижу бомбы. Да, тупик. Абсолютно здесь делать нечего. Так. Что же нам тогда сделать? Не пойму я. Это не бьётся, не ломается. Так, а это переключатель, да? Который уже переключён. Хм. Странно. Так, газировка. Это всё мы съели. Мы сейчас с вами возвращаемся обратно, грубо говоря, да? Так, сохраняй. Ах, тут что-то новенькое у нас. АК-47. Хо-хоу. Я так понимаю, ребята, у нас сейчас с вами автомат Калачникова появился, да? Точно? Неплохо. Надеюсь, он бомбит как бог. Ну-ка. Стреляет просто изумительно. Так, давай-ка здесь посмотрим. Опять это опухоль. Ну, я так понимаю, они закрывают у нас входы или выходы, в общем, не важно. Ну, прегражает путь. Так и есть. Поэтому, если мы где-то их видим, лучше нам их уничтожать. И, соответственно, будет у нас дорожка наверх. Вот это, кстати, странно. Слушай, и там, и здесь, куда мы идём вообще? Здесь нужен ключ. Всё, я понял, ребята. Мы в любом случае сюда будем возвращаться. Потому что тут нужен ключ. Двери закрыты. Значит, идём, естественно, сюда. Логично? Логично. Так, тут у нас что такое? Собачий корм лежит. Неспроста. Опа, опа, опа. Псина идёт. Ну. Вот это сказочно, ребята. АК-47 просто прекрасен. Съели собачий корм. Слушайте, там двери с цепью. И, я так понимаю, мне нужно будет сейчас их открывать. И, как мы слышим, там псина сидит. А, может быть, не надо было мне корм? Опа, опа. Кормы жрать. Она, может быть, побежала бы еду собачью жрать. И от меня отвяла бы просто-напросто. Ну, это я так, логически думаю. Так, аптечка. Хорошо. Смотрите, вон, одни собаки тут везде лежат. И ключик. Ну, что же, ключ мы подобрали. Помните, да? У нас там дверь наверху как раз закрыта была. И ключ нам нужен был. Мы ключ подобрали. Естественно, сейчас пойдем открывать двери. Кадавров нет пока? Нету. Почему их называют кадавры? Обычные зомби. Открываем. Эксид. Отлично, ребята. Так, а это что такое нам показывают? Странно как-то. А что это такое было-то? Ай. Хе-хе-хей. Хе-хе-хе. Так, погоди-ка. Не понял я. Ключ нужен. Здесь, что ли, проходить надо? Точно, ребята. Хитро. Хитро придумано. Так, патрончики для... Опять эти капсулы, ребята. А с капсул у нас выходят вот эти вот ползуны. Которых я терпеть не могу. Опа-опа-опа-опа. Началось. Ну, кто первый? Отлично. Минус один. Давай-давай-давай. Вот так возьмем. Готово. Хух. Хорошо, когда у тебя много оружия и много патронов к нему. Так, нам нужен, значит, ключ. Ключик-то я надеюсь... Блин, дробовика нет. Вот самое хреновое, что нет дробовика, ребята. Так, еще одна капсула здесь у нас находится. Даже две. Сто пуду они вскроются вскоре. Так, а вот и ключ. Не, я же говорил, вскроются, ребята. Бросаем. Попадем, нет? По-моему, попал, да? Нет? Нет. Оказывается, не попал. Да сдохни. Да вот как почему? Во всех играх всегда у меня перезарядка в ненужный момент, а? Читаем. Донесение Ричарду Смиту. Мы нашли в лаборатории огромное количество колбс с так называемым консервантом Демиховского. Это жидко-зеленого цвета с довольно резким неприятным запахом. В целях оптимизации средств мы попробовали использовать этот консервант в пищевой промышленности. Однако исследования показали, что он крайне токсичен. В итоге мы решили вылить остатки этого дерьма в канализацию. Но проблема в том, что каким-то образом консервант оказался в питьевой воде. Нужно срочно оповестить об этом рабочих подземного комплекса. Но так, чтобы не началась паника. Ага. Понятно, ребята. Вот почему в канализации трупы и так далее и тому подобное они вылили в сточные воды. По ходу дела это говно, жидкость. Но это одно. А почему же тогда она оказалась в питьевой воде? Ха. Че-то я как-то не понимаю маленько. Ну что же, главное, что мы отсюда выбрались, надеюсь. И у нас следующая глава или нет? Или мы просто продолжаем? Нет, мы просто продолжаем, ребят. С вами... Ой. Где я? Ты уже близко. Я забыл сказать, что логово Демиховского окружено лабиринтом с ядовитым газом. Зашибись. Что еще ты забыл сказать? Ха. Еще там полно кадавров. Чтобы пройти в этот лабиринт, тебе нужно... Нужно что? Нужно собрать кое-какие препараты в лаборатории. Вот список. Так, антибиотик, этанол, морфий. Зашибись. Блин, лабиринта мне еще тут не хватало. А с кадаврами. Обалдеть. Ладно, ребята. Выбора-то все равно у нас нету. Слушайте, слишком много вот этих вот опухолей здесь образовалось. Из них у нас выскакивают обычно зомбари. Хотя не везде. Не всегда. Так, тихо, тихо, тихо. Не надо сердцебиение. Успокойся. Отдышись. Остынь. Все спокойно у нас здесь. Все хорошо. Антибиотик я уже нашел. Так, остался этанол и морфий. Зараза какая. Так, попробуем. Может быть оно не опасно? Оно не опасно, ребят. Так, морфий нашли. Я-то думал, раньше всегда их расстрелил. Думал, мы будем бомбить. Они взрываются и наносят урон. Нет, ничего подобного. Все, отлично. Так, значит нам нужен этанол. А где он может тут находиться? Так, зомбарь лежит. Точнее, пока еще мертвец. Но, скорее всего. Ага, вот. Этанол. Отлично. Прием, я нашел все препараты. Что дальше? Иди в сектор Д. Ага, все, понял. Сектор Д даже открылся для нас. Так. Что-то нам тут опять показывают. Какие-то странности. Ну-ка, дай-ка я эту опухоль подобью. Может там что лежит? Ну давай ты уже. Нет ничего, ребят. Абсолютно чисто. Хорошо, давай с вами двинемся тогда дальше. Опять нам показывают. Я не пойму, что там лежит такое под электричеством вроде бы. Сюда нам не стоит, я думаю, идти, да? Да мы и не пройдем. А трупачок-то лежит и не встает. Хитренький, наверное, притворился. А может быть и не встанет. Кто его знает. Так, в любом случае, ребята, здесь нам больше делать нечего. Нам нужно отправляться в сектор Д. Видимо, вот здесь надо пробить. Нормуль. Так, тихонько-тихонько. Так, тут у нас закрыто все. Есть что-нибудь тут? Ага. Батончик, кола, нормуль. Так, сектор Д. Как раз сюда нам и нужно. Дробовик. Так, ребята, у нас все полностью практически забито. Я в секторе Д. Что дальше? Видишь крысу? Вижу. Поджарю эту тварь электрошоком. С удовольствием. Так, ну давай поджарим. Офига там взрыв-то. Ха-ха-ха-ха. Так, ну что? Что дальше? Пропитай крысу препаратами, которые ты собрал. Ага. Ё-моё. И что это такое? Бомбочка какая-то? Или ловушка? Чё это такое будет? Ну? Готово. Теперь съешь её. Ты охренела? Сквозь лабиринт Демиховского может пройти только... Кто? Только кадавр. Всё, с меня хватит. На это дерьмо я точно не подписывался. Послушай, в теле крысы консервант ослабел, а препараты замедляют реакцию твоего превращения. Главное, достань противоядие, и мы тебя вылечим обратно. Нет, нет и нет. Только подумай, сколько матерей мы можем спасти. Да срать я на это хотел. Я не буду жрать это дерьмо и точка. А если это и есть твой джекпот, Буч? Сделай в своей жизни что-то по-настоящему достойное. Спасти человечество. Завоевать любовь девушке, которой ты не безразличен. Какой ещё девушке? Меня, глупый. Противоядие Демиховского точно работает? Клянусь. Ой, ё-моё. Хе-хе-хей, Буч, ё-моё. Мы съели крысу. Фу, гадость какая, блин. Ой. Меня штырит, по-моему. Нифига. Крыса тут только что была. Да, действительно, меня штырит. И не по-детски. Опять крыса появилась. Слушайте, а я выйти никуда не могу. Тут тупик. Блюванул. Ха-ха. Что, приход пришёл, ребята. Ё-моё. Полный расколбас. Ха-ха-ха. Что происходит? А что, если это и есть твой джек-пон, Буч? Сделай в своей жизни что-то по-настоящему достойное. Спасти человечество. Завоевать любовь девушке, которой ты не безразличен. Какой ещё девушке. Меня, глупый. Ха-ха-ха. Короче, нас штырит. И не по-детски, ребята. Три крысы. Всё? Отпустила? По-моему, отпустила. Или нет? Ну, что? Давайте дальше-то. Так. Глава, я так понимаю, закончилась, да, видимо? И дальше нас что-то будет ожидать. Воу. Ой, жесть, ребята. Вот это я иду. Я неуправляемый. Ему пофиг, да, что я его тут кумарю? Ребята, я превратился в зомбаря. По крайней мере, такое ощущение у меня. Тут тупик. Куда я должен идти-то тогда? Ладно. Давай посмотрим. Может быть, чуть-чуть. Блин, нифига. Я не управляем. Я иду как пьяный. Воу-воу-воу. Заносит даже меня. Блин, музон-то какой прикольный. Начался. Так, тупик, ребята, здесь. Ладно. Может быть. Ага. О. Я прозрел. Фу, чублюдо гребаный. Мы нашли тебя. Это кто еще орет нам? Ой, я опять, по-моему, зомби. То есть, видимо, какое-то превращение идет, да? Я то в зомбаря, то в человека обратно превращаюсь. Хорошо. Ладно, ребят, надо нам идти, идти в лабораторию к этому Демиховскому. Хочешь поиграть с нами в прятки? Давай. Я считаю до пяти. Один. Ой-ой-ой. Два. Что мне надо? Убежать? Три. Четыре. Пять. Мы идем стрелять. Не надо никуда идти стрелять. Ну, дайте мне уйти отсюда, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Зомби. Я же свой. Ты потерял наш товар и деньги, засранец. Ну, почему копы тебя отпустили? А ты не стукаешь ли, Буч? Мы такое не прощаем. Так, погоди, ребята. Это что-то знакомое такое, знакомое, знаете, как вот какая-то предыстория. Мы просто положим тебя в багажник, вывезем за город и грохнем. И поверь, это куда лучше, чем жить твоей бессмысленной и унылой жизнью. Вот оно что, ребята. Вот почему я оказался в багажнике, в машине. Я, видимо, профукал чей-то товар. Меня хотели убить. Мы делаем тебе услугу, Буч. Ты и так покойник. Смирись с этим. Ты покойник. Ё-моё. Вот это развязочка, ребята. Так, ну что, куда мне? Сюда, что ли, надо идти? Понимаете, потихонечку цепь логическая соединяется в единое целое. И глава 13. Демиховский. Что бы он ни думал о себе, я выбью из него это дерьмо. Хорошо сказал. Я надеюсь, это Буч проговорил. Ого. Так, ребята, что-то неспроста здесь все это дело. Смотрите, нам топор дали. И причем, заметьте, мы теперь человек. То есть мы вылечились, получается, да? Так, патронов тут куча, куча всего, ребят. Короче, смотрите. Опа-на. Так, я так понимаю, что мы направляемся с вами к боссу. Скорее всего, так оно и есть. Потому что не зря нам столько всего тут дают. Опа. Ё-моё. Всё, закрыли. Ворота за мной. Так, ладно. Берем дробаш. И давайте смотреть. Ё-моё. Эй, хорош, хорош. Что у нас тут? Что за тварь такая? Ой, крысы. Жесть какая-то. Так, ладно. Что-то не могу немножко понять. Патроны дают. Так, капсулы вот эти мне не нравятся. Оттуда стопудово полезет всякая мразь. А вон и сам Демиховский, да? Слушайте, ну я так понимаю, что нам нужно колбасить этого босса. И нам, естественно, здесь будут мешать вот эти вот твари. Всякие мыши, зомби. Потом, я больше чем уверен, выйдут вот эти вот кадавры. Ну-ка, как он там у нас разбирается? Ой, довольно легко. Нормуль. Отлично. Подожди, 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 подожди. Главное, чтобы в тупик меня не загнали и не сожрали там. Приступаем дальше. Что? Что ты там орешь, урод? Ага, вот он вылез, гаденыш. Так, давай я его заколбасил. Мне такой уж он и страшный. Так, ползут, ползут. Смотри, гады. Оу, сколько их тут. Так, их все больше и больше. Дробовик. Ты бишь. Ну, блин, с перезарядкой с этой. Не надо сейчас тупить только. Ах. Косим, как всегда. Так, что там, адреналин взял какой-то я, да? Да. Я даже не знаю, что уже тут и взять, ребята. Я что, не взял, что ли? Давай, бери автомат, блин. Застреливаем. Ну что, где? Я даже не знаю, что нужно сделать. Зомбарей этих бесполезно валить, они постоянно появляются. Но с ними тоже невозможно играть. Надо зачистку делать периодически. Так, где этот Демиховский говнюк вонючий? Может, гранату у него кинуть? Попробуем. Оу, круто. Нифига он там разоряется. Демиховский. Так, оу, смотри, сколько здесь этих. Оу, щет. Заколбасили быстро причем. Ну что же, делаем тогда выводы из всего этого в совокупности. Ну что же, будем, короче, с вами зачищать для начала, да? Я думаю, что это будет лучший вариант. Потому что мы прекрасно в этом убедились сами, что бесполезно его валить при куче вот этих всех монстров и зомбарей. Поэтому начнем, пожалуй, мы вот с этих вот колбочек, да? Уничтожим вначале вот этих кадавров, которые ползают. Ну и там уже потом кто у нас там будет? Этот повар чокнутый, бешеный. Ну а уже потом со временем доберемся и до самого Демиховского. Так что давайте будем проверять вот эту вот тактику. Иначе я не знаю, как еще тут можно с ним справиться. Потому что в любом случае он, когда начинает психовать, он вызывает всех. Сразу причем с капсул, с этих, с опухолей. А мы его, честно говоря, попробуем опередить. То есть будем с вами наперед смотреть. Да, от зомбарей, конечно, нам ничего не поможет. Опухоли как появлялись, так и будут появляться. Но, по крайней мере, не будет вот этих вот капсул, пробирок. Мне бы еще, конечно, хотелось бы уничтожить... С той стороны сходить. Ну вы видели же, где у нас эти двуголовые собаки появляются. Хотя, опять же, не факт, что они до нас доберутся. Так, ну что, давай, наверное, попробуем. Почему-то вот эта фигня не действует на босяру. Я не знаю, по какой причине. Но не уничтожает. Зато очень хорошо помогает... Эй! Не-не-не-не-не-не-не-не! Да дайте мне выйти-то! Черт, да что ж такое-то? Так, давай расстреливать, наверное. Ух, зачистка. Так, у меня аптечек-то больше нету. И это очень плохо, ребята. Но зато их здесь очень много, по периметру. Только надо бегать и собирать. Так, давай-ка еще, наверное, прижучим его маленько. Во-во-во-во-во, орет. Помните, да, когда он кричит, у нас эти капсулы взрываются. И начинаются все вот эти вот уроды тут бегать. Как видим сейчас, довольно тихо. Ха-ха! Продолжаем тогда месить. Ага, вот они побежали. Первые зомбарики. Первые подснежники, так сказать, вылезли из-под снега. И ринулись на меня. Блин, ну у меня с оружием-то совсем плохо все. Надо пособирать маленько. Так, Демиховский, ты там не радуйся. Я сейчас до тебя доберусь. Крыса там стопорнула, я смотрю, да? Не может пройти. Хе-хе-хе! Отлично. Чем больше врагов у нас здесь день застрянет, тем лучше для нас. Ой, тихо. Ты своими кличнями-то тут потише махай. Ну что ты приперся? Вали нафиг. Ох, как хорошо, ребята. Орет, орет. Я всегда боюсь, что когда он крикнет, с той стороны прибегут эти двухголубые собаки. Во, а, кадавры бегут. Ух. Фу, повезло. Вот он, вот он повар. Блин, давайте его по-быльненькому разносить. Оу, щет. Да хорош там уже свой отрыгон запускать. Сейчас зажмут. Я боюсь зажмут, ребята. Да что с оружием-то я не могу понять. Какого фига, блин? У меня везде еще есть патроны. Че он не стреляет, тупит-то, блин? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, аптечка. Фух. Повезло, ребят, повезло, успел. Где еще? Тут должна быть еще. Вот она. Вот она, аптечечка. Взял. Блин, надо вот этого жаробаса подбить. Как ни крути. Иначе нам будет финиш, ребята. Бомбы нету, гранаты нет. Ничего не могу бросить. К сожалению. Да взорвется он. Есть! Ребята, это самый... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как бы сейчас мы заколбасили. Это самый был серьезный противник. Вот именно вот этот вот повар. Так, все. В остальном, ребята, можно сказать, мы уже прошли этого басяру. Я так надеюсь, по крайней мере. Потому что мощнее повара я здесь пока никого не видел. Кто бы мог на нас вылезти. Ну что же. Теперь, я думаю, пора браться уже из-за Демиховского. Да пошел ты отсюда, а, щенок. Хорошо, что здесь очень-очень много патронов, ребята, остается. То есть, с вооружением, с боеприпасами у нас никаких проблем нету. Давайте-ка, наверное, мы... Я даже не знаю. Ну, давай вот так вот попробуем пострелять. Так, там кто-то ползет, да? Или мне показалось? Заткнись нахрен, а. Ой, ёп, красоты, да откуда же вы взялись-то? Неужели там еще где-то были капсулы? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Надо их как-то быстренько-быстренько... Да что ж такое с оружием-то, я не могу понять. Черт, не дай бог. Не дай бог они меня зажмут где-нибудь и заколбасят, ребята. Аптечек у меня больше нету. Ух, повезло-то как. Ребята, была не была. Я, короче, иду на Демиховского. У него мало ХП. Попробуем его заколбасить. Ну! Есть! Вау! Я надеюсь, больше тут никого не будет. Хе-хей! Ну что, дорогие мои, я поздравляю нас с этим моментом. Мы Демиховского завалили. А это что такое лежит? Смотрите. Шевелится. И ржет еще при этом. Что-то я не могу понять. Что это такое? Голова, что ли? Так, дайте-ка я возьму на всякий случай аптечки. Хе-хе! Кто ржет-то? Может быть, голову эту надо взорвать? Ну-ка, давайте попробуем, может... Нет, пофиг абсолютно. Ах, вот куда надо идти. Понял. Свет в конце туннеля. Так, ну что. Давайте теперь, наверное, как-то... Ой, а почему я... Почему я опять зомби? Дневник Тани. Часть первая. Мистер Смит. Ричард Смит был помешан на безопасности. Он был настоящим параноиком от того, что очень многие хотели свести с ним счеты. В том числе и я. Это про Таню. Только здесь, под землей, Смит чувствовал себя в безопасности. Не жалея денег на охрану, он нанял целую армию для своей защиты. Мерзавец тратил миллиарды на оружие. Да, он очень любил оружие. Будем знать. Мне только и оставалось, что вложить ему в руки такое оружие, которое бы убило его самого. И у меня как раз было одно такое на примете. Ага. Так, куда нам дальше? Слушайте, тут одни записки, походу, дело. Дневник Тани. Часть вторая. Старатель. Этот двухличный ублюдок неплохо устроился на своем подземном ранче. Смит не трогал старика, потому что тот сливал ему ценную информацию о конкурентах. Но Старатель ничего не говорил об этой сделке своим кротам. Мне было чертовски трудно втереться в доверие к Старателю. Ушли годы, прежде чем старый хрен начал мне доверять. Он назначил меня своим почтальоном. И тогда я просто выбрала нужное время и подменила письмо Старателю к Смиту на другое. Так, мистер Смит узнал, что его конкуренты якобы хотят купить секретное оружие. И, конечно же, он захотел купить его первым. Тут какая-то история у нас повествуется, ребята. Дневник Тани. Часть третья. Демиховский. Я нашла его в нашем секретном месте. За то время, что мы не виделись, он стал еще более чокнутым. На родине о нем ходило много слухов. Говорили, что он воскрешает мертвых и он сам мертвец. Якобы его убили агенты спецслужб, но он ушел из морга на своих двоих. В последние годы Демиховский был одержим некромантией и идеей создания идеального существа. Мистер Смит нанял Демиховского и выделил ему лабораторию для работы. Так Демиховский начал создавать своих тварей. А Смит был уверен, что оставил конкурентов с носом. Понятно. Давай далее почитаем. Дневник Тани. Часть четвертая. Дредноут. Тупорылый солдафон. Во времена всемирных религиозных войн получил гангрену, а когда вышел на пенсию, начал гнить заживо. Сгнившие части он постепенно заменил на металлические, но гангрена неумолимо подбиралась к его мозгу. Мистер Смит дал Дредноуту работу, сделав его генералом своей личной армии. Демиховский же предложил нечто большее. Исцеление гангрены в обмен на голову Смитта. Мистера Смитта ждала жуткая расплата. Что же до самого Дредноута? То он стал наполовину кадавром, наполовину киборгом и еще более мерзким уродом, чем был. Так, хорошо. Ключ. Ключ и дверь. Так, ладно, давайте отсюда вас сваливать. Мне нужно лечение. А так, опять книжки. Дневник Тани, часть пятая, Сверчок, это про меня. Впервые я почувствовала что-то, наверное, это можно назвать жалостью. Но разве должен командир жалеть о потере рядового, если задание выполнено? Конечно же, никакого противоядия у Демиховского не было. Но ради нашего общего дела мне пришлось соврать. Думая о Сверчке, я понимаю, что нельзя вечно мстить за смерть своей матери. И отныне я буду мстить за Сверчка, за то, что он оказался в таком жестоком мире. Ой. Че, противоядия нету? Да ладно, Анаконда, не может быть. Танюха, ты не могла так поступить со мной. Эй. Скажи, что это была шутка. Так, что здесь такое у нас? Дневник Тани, часть шестая, Анаконда. Я поклялась, что буду носить это имя, пока не отомщу Смиту. Но кто сказал, что это конец? На месте Смита обязательно придут другие. Я должна уничтожить их всех. Для этого мне нужна твоя голова, полная зловещих идей и коварных планов. Да-да, твоя голова, папа. Чего? О-о-о-о, все, ребята. В зомби превратились окончательно. Ух, вот это история. Вот это, ребята, трогательная история. Я так понимаю, это конец или нет? Продолжение следует. Да, ребята, на данный момент это конец. И вы прекрасно видите, что у нас здесь за картинка. Сзади стоит Таня с револьвером. Спереди стоим мы. И в руках у нас голова Демиховского. Но заметьте, что в данный момент мы зомби в кепке. И у нас намордник. То есть такое впечатление, что все-таки Танюха нас забрала с собой. И, возможно, в следующей части или в продолжении мы будем искать какое-то определенное противоядие. В общем, ребята, игруля мне очень сильно понравилась. Я всем советую к прохождению ее. Ну, естественно, кто любит какой-то такой жанр. Ну что же, на этом будем с вами прощаться. Надеюсь, скоро мы увидимся в этой игре, если на нее в ближайшее время выйдет обновление. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok